Здравствуйте! Будем знакомиться. Как нетрудно догадаться, меня зовут Виктор. Хочу передать привет Сергею. Он мне передал эстафету. Ну что, будем отвечать на вопросы. История имени. Я не знаю, почему родители назвали меня Виктор. Но Виктор от латинского победитель. Ну и даже если я не выхожу из ситуации победителем, все равно нахожу какие-то свои хорошие стороны из ситуации. Вот рождение и знак зодиака. Родился в 1987 году. По зодиаку я рак. И вот что пишут про раков, в принципе, хорошо характеризует меня. Правдивые. Страна, город, где родился, где проживаешь. Родился я, можно сказать, в Советском Союзе. Уже как бы на границе его развала. Родился я в Беларуси, в городе Лида, когда проживали там мои родители. Сейчас проживаю в Литском районе, в деревне на берегу Немана. Немана – это одна из больших рек Беларуси. Образование. Краткая биография. Закончил 11 классов. Сразу начальная школа, потом базовая школа, потом средняя школа. Потом поступил в Полоцкий государственный университет. На специальность радиотехник, схемотехник. Правда, я его не окончил. И сейчас, потом, стал работать на стройке. И работаю по сей день. Мне нравится строительство. Работаю в основном с деревом, плотницкая работа. Но есть, конечно, и бетонные, и всякое. Все-таки надо как-то зарабатывать деньги. Увлекаюсь тем, что делаю из дерева. Немного работаю с металлом. В основном, это если восстанавливать те же самые керосиновые лампы. Но собирал немного старых плоских фонариков. Хочу их тоже восстановить, но с современной начинкой. Был ли я за границей? Считать, был ли я за границей или нет, я не знаю. Потому что в то время, это... Ну, можно сказать, и за границей была и в то время. Когда я был маленький, отец служил прапорщиком и был в ГДР вместе с семьей. То бишь, со мной и матерью. А так никуда не люблю путешествовать, ездить куда-то. Больше меня, так сказать, домосед я. Таланты и увлечения. Таланты есть ли у меня врожденные, я не знаю. Но я люблю работать с деревом. И думаю, в этом развиваю свой талант. И вот увлечение. Увлечение, как я и говорю, с деревом. Работа со старинными вещами, такими как лампы керосиновые. Фонарики, утюги старые. Мне нравится восстанавливать. И делать что-то новое из дерева. Творчество. Ну, если ко всему подходить с творческой стороны, то же самое строительство может быть творческим процессом. Например, не просто забор из штакетника сделать. А уже какие-нибудь украшения сделать. Будет творчеством. Но если о малых формах, как работа с деревом, то мне нравится шкатулки делать, посуду делать. Вот шкатулки. Вот одна из первых. Вот такая работа. С самодельными петлями из проволоки. Еще видишь шкатулки, копилка. Уже тут оковал медным листом. Самодельные и под замок. Уже сами петли самодельные. Тема шкатулок мне нравится. Так же, как и тайники в шкатулках. Сам делал несколько тайников. В этих, правда, нема. Они простые. Резал и какие-то скульптурки. Вот эту сам выразил по уроку Константина Беляева. Хороший мастер. Хорошо рассказывает, как делать. Были рассказы и притчи в своих каждом видео. Интересные видео получаются. Ну, а что сейчас делаю, видно из моих видео. Твои страхи. Наверное, как и у всех, это будет единый на всех. Это страх за своих близких. За себя не так страшно, как говорят, как за других. Уже беспокоишься, даже когда кто-то вовремя не приходит домой. Ну, и в последнее время я стал замечать, что сильно уж боюсь падать или что. Самой высоты не боюсь, но работа такая, что приходится и на лесах лазить, и по лестницам высоко. Как ты смотришь вниз, то и не высоко кажется, но все равно неудобная поза, неудобная лазить. Ветер еще может дуть. Это так как-то. Хотя раньше, в детстве, строился гараж у нас под машину. Лазил по стенке, родители гоняли, а я говорю, а где мне лазить? По школе строилось. Тоже залазили по окнам и на крышу. Потом уже в старших классах как-то побоялся лезть и на кирпич хватаюсь, а он уже трещит. Залазили много. Догонялки гоняли по этим лестницам без перил. В темных подвалах этой школы. Процедура тела. Как и многие, наверное, не понимаю полностью этот вопрос. Что я с телом делаю или что? Ну, как бы от природы у меня развитая мускулатура. Если бы качался, то вес бы набирал мышцов быстро, наверное. Хотя, когда учился, ходил на секцию по амресингу. Тоже было интересно. Учил нас больше не преподаватель, а мужик, который ходил в тренажерный зал. И как бы, чтобы ему это бесплатно было, он обучал нас. Рассказывал историю одну. Он сам такой жилистый, мышечной массы мало. И он говорит, в одном баре начали на руках бороться. Ну и тут один выходит здоровый, как шкаф, он сказал. Ну, как учитель, как то, что нас учил. Была фора, он знал как, приемы. Знал, как приложить силы и поборол. Какое качество нравится в людях? Наверное, качество, чтобы люди были людьми. Основное такое качество. А качество – это честность. Ну и, как многие говорят, что сказал мужик, то и сделал мужик. Это я полностью поддерживаю. Не люблю давать пустые обещания. Если меня вынуждают сказать «да» или «нет», когда я говорю «постараюсь», то я выберу «нет». Потому что, кто знает, как там получится у меня со временем, силами. Лучше отказать, чем не сделать. О чем мечтаешь? Ну, как и все. Мечтаю, чтобы все были здоровы. Мир на небо над головой. Ну, это такие мечты, о которых не можешь повлиять. А на то, которую могу повлиять и стремлюсь, то, наверное, это хорошую мастерскую сделать. Вот стараюсь помимо, обустраиваю ее. Это та мечта, которую можно достичь самому. Ну и в конце хочу уже передать эстафету Вячеславу Романову с одноименным каналом, Анатолию Ивановичу тоже с одноименным каналом, Александру Новикову с каналом «Александр Новиков. От скуки на все руки». Наверное, потому что мне хочется услышать ихнюю историю. О жизни это. Как о мастерах они показывают в своем каждом видео. Ну, буду закругляться. До новых встреч.